друзья всем привет вы на канале автоинструктор минск меня зовут дмитрий и в сегодняшнем видеоролике я отвечаю на часто задаваемый вопрос с моими подписчиками как отрегулировать боковые зеркала заднего вида и салонное зеркало заднего вида поэтому сейчас коротко и ясно по данной теме всем приятного просмотра значит первое чем надо определиться при регулировке зеркал это каким способом они регулируются каким образом то есть либо это электрическая регулировка то есть я сижу в автомобиле volkswagen jet а видите у меня здесь электро регулировка зеркал с помощью вот этого жестика сейчас я чуть позже расскажу как он работает либо у вас может быть механическая регулировка то есть здесь у нас вот такой вот ручка установлена которая несет ту же функцию регулирует зеркало вверх вниз влево вправо значит где-то в машинах другой марки например не volkswagen audi хотя audi в принципе то же самое каких-то может быть японских производителей у нас может быть похоже джойстик то есть перещелкивается на left на right то есть left это левая right это правая нолик вот видите здесь у нас это нейтральное положение здесь еще есть у нас функция обогрева зеркал вот то есть с помощью вот этой вот крысочки я думаю что вы все видите да то есть мы вот так вот перещелкиваем то есть если нам надо отрегулировать левое зеркало мы перещелкиваем налево если нам надо отрегулировать правое мы вот так вот перещелкиваем на правое и потом занимаемся своей регулировкой то есть Как выполняется регулировка, то есть джойстик несет вот такую вот функцию, то есть если мы его подвинули вот сюда, наше зеркало отъезжает к нам ближе, то есть в левую сторону, если мы его вот так, это в правую, ну и вот таким образом, если я его начинаю двигать вверх, выше, и если я начинаю двигать вниз, вниже, то есть ничего крутить здесь не надо, то есть вот это вот колесико выполняет функцию джойстика, то есть когда правое зеркало отрегулировали, перещелкаем на левое, и то же самое, то есть вот смотрите, я опускаю вниз, видите, да, зеркало опускается, поднимаю вверх, поднимаю вверх, левее и правее. Значит, повторяю еще раз, джойстик может быть на разных автомобилях выполнен по-разному, то есть все зависит от марки производителя. Камера находится на уровне моего взгляда, я приблизительно отрегулировал зеркало. Первое, на что мы должны обратить с вами внимание, да, это на нашу с вами линию горизонта. Вы могли слышать разные мнения, да, но я обычно учу выставлять линию горизонта посередине вашего зеркала. Если чуть-чуть выше, ну, в принципе, в этом нет ничего страшного. Значит, для тех, кто не знает, линия горизонта это там, где ваша земля соединяется с небом. То есть, значит, смотрите, сейчас покажу, ваше зеркало не должно быть завалено сильно вниз, то есть вот это вот неправильно, вы не должны видеть полностью землю, да, и оно не должно смотреть вот так вот очень сильно в небо, да, то есть, ну, там нам нечего делать, то есть нам надо смотреть на дорогу, поэтому линию горизонта нашего выставляем приблизительно, приблизительно вот так я сел со своего места, да, линию горизонта приблизительно выставляем посередине вашего зеркала. Ну, при этом отмечу сразу, что водительское сидение должно быть отрегулировано под вас, то есть, как отрегулировать водительское сидение, есть видеоролик по этому поводу, основные регулировки, Поэтому по ссылочке можете его обязательно посмотреть Значит, с линией горизонта разобрались Опять же, регулируется жойстиком Дальше, значит, мы смотрим в зеркало И регулируем, чтобы вот здесь вот в уголочке, видите То есть я вижу заднюю дверную ручку автомобиля То есть, опять же, вы могли где-то слышать, что рассказывают Что надо видеть еще немножечко и переднюю ручку Это не совсем правильно Если я вот со своего места смотрю Получается, дверные ручки две вижу, вот я даже взгляд Тогда мне очень плохо видно дорогу То есть мы регулируем зеркало таким образом Чтобы ровно сидя, посмотрев в зеркало Видели краешек нашей машины, дальний габарит И заднюю дверную ручку Ребят, тем самым вот краешек, да То есть не полностью вот так Потому что, видите, вот если я убрал зеркало Убрал, да, то есть я тогда габаритика своего не вижу И при парковке мне будет очень сложно Крайний габарит, крайний габарит надо видеть Вот Но сильно никогда не заваливайте Вот так вот заваливать не надо Потому что, видите Вот я смотрю, да, со своего взгляда И мне практически ничего не видно Видно только полосу за мной То есть а то, что происходит слева Мне не видно Поэтому вот запомните картинку Горизонт посередине И приблизительно где-то в левом нижнем углу В левом нижнем углу Даже вот так вот В левом нижнем углу мы видим заднюю дверную ручку Соответственно Когда зеркало так повернуто Немножко мы даже сможем лучше видеть Нашу мертвую зону с вами Ну вот у меня едет, видите, красная машина Едут они, хорошо вижу Вот мертвая зона появилась И сразу она появилась у меня То есть достаточно хорошо просматривается Дорожная ситуация Когда зеркало отрегулировано именно таким образом То есть вот она раз и сразу вышла То есть я ее практически вижу Поэтому не заваливайте, пожалуйста, зеркало Никогда близко к вашему борту автомобиля Потому что прозеваете когда-нибудь потом мертвую зону То есть опять же Вниз сильно не надо Потому что не будете видеть автомобили Едущие за вами с левой стороны Ну и соответственно небо тоже Что касается регулировки правого зеркала То тут принцип тот же самый Вы вставляете горизонт ваш по середине И вот вам, пожалуйста, картинка Я стараюсь камеру держать на уровне своего взгляда Я вижу крайний габарит своей машины И заднюю дверную ручку То есть вот это вот хорошая картинка Опять же обращаю ваше внимание То есть оно вот так вот завалено Быть не должно То есть опустить зеркало ниже Мы можем всегда паркуясь где-то задним ходом Подъезжая к бордюру Чтобы нам было с вами удобнее к нему подъехать И для того, чтобы нам с вами было хорошо видно То есть когда мы движемся в транспортном потоке Зеркало должно быть отрегулировано именно таким образом Теперь что касается салонного зеркала Заднего вида Значит оно обычно у нас регулируется на яблочке То есть вот так вот Видите? Левее, правее Поворотиком И вверх-вниз То есть я сейчас камеру перевожу То есть обычно вот так регулируют Вот этой вот рукой Выше-ниже Влево-вправо А то иногда ребята приходят И боятся поправить это зеркало То есть такое чувство Как будто им никогда этого не давали Опять же, то есть вместо водителя Мы аккуратненько, ровненько сели Сейчас постараюсь камеру поставить на уровне своего взгляда То есть вот я сейчас, если смотрю То я полностью вижу Вот здесь вот заднее свое ветровое стекло И понимаю, что у меня происходит сзади То есть поэтому таким образом регулируется вот это вот зеркало Друзья, ну и теперь подведем итог Первое, на что мы обращаем внимание при регулировке зеркала Это ваш горизонт Приблизительно горизонт по середине вашего зеркала Ничего страшного, если он будет чуть-чуть выше Дальше мы с места водителя, когда смотрим влево Видим заднюю дверную ручку машины И немножко краешек Крайний габарит вашего автомобиля То есть сильно вниз заваливать зеркало не надо И вверх тоже То есть мы должны видеть то, что происходит за нами И то, что происходит в левой стороне от нас То есть, так сказать, немножко отодвинуть То есть край габарита автомобиля видеть И видеть заднюю дверную ручку То есть это поможет вам Немножко больше видеть в слепой зоне автомобиль Ребят, если видео было полезным Вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк Подписывайтесь на канал А я и дальше буду радовать вас новыми хорошими роликами Всем пока!